18 уголков ЕГОВ создали в Павлодаре. Тем, у кого нет возможности получить госуслуги в электронном формате, не выходя из дома, предлагают посетить городские библиотеки, отделения, Казпочта и Центр цифровых услуг. Особые привилегии для людей с ограниченными возможностями, которые вправе вызвать сотрудника ЦОНа на дом. В каком режиме после ослабления карантинных мер работают в Павлодаре Центры обслуживания населения? Об этом готов рассказать наш СОПКОР в регионе. Ербол Абишев, Ербол, слово вам. Да, действительно, уже третий день, как возобновил работу Центр обслуживания населения. И видно, что очередь в принципе небольшая. Многие приходят по броне, но есть и такие, которые просто не знают того алгоритма, по которому сейчас работают ЦОНы. Поэтому сразу скажу, что без заранее забронированной очереди обслуживать здесь не будут. Предварительно забронировать очередь можно по номеру 1414 или на портале ЕГОВ. При этом за день сотрудники ЦОНа могут обслужить не более 600 человек. А в целом, как мне рассказали, меры безопасности здесь принимают максимальные. Обязательно масочный режим. Территория как на улице, так и внутри здания очерчена линиями и знаками. На входе имеются ДЭС-средства, а посетители рассаживают на стульях в метровом отдалении друг от друга. Более подробно о работе ЦОНа в эти карантинные дни расскажет директор Палдорского филиала Фархад Алимов. Скажите, как выстроена работа сотрудников ЦОНа и какие меры безопасности вы принимаете для посетителей? Мы сейчас работаем в усиленном режиме, то есть не допускаем скопления граждан, людей строго запускаем в масках. У кого отсутствует маска, мы при входе раздаем. И сотрудников тоже самое обеспечили максимальную безопасность, тоже обеспечили масками, перчатками. То есть такого наплыва у нас нет. Люди приходят по броне. То, что радует, за электронными справками никто не обращается. Это говорит о высокой грамотности жителей Палладарской области. То есть они сами самостоятельно получают свои электронные услуги. То есть на сегодня мы принимаем только бумажные документы. Какие-то пояснения даете вы для получателей госуслуг? Да, мы до открытия со всеми жителями отработали вопросы, через Акимат отрабатывали вопросы. То есть у населения понимание есть. На сегодня все даже пенсионеры, они обращаются к нам по броне. То, что нас радует, это уже понимание есть у народа. Ну, я видел, у вас в здании находится колл-центр какой-то новый. Какие его функции? Да, у нас есть колл-центры. Операторы наши принимают звонки, консультируют граждан. Также мы запустили онлайн получение ЭЦП. То есть человеку, то есть услугополучателю не обязательно обращаться в ЦОН. Выдачу ЭЦП для физ. юрлис можно получить в онлайн формате. Для этого у нас операторы есть. Они по видеозвонку обслуживают этих граждан. Спасибо большое. Чтобы немногим ранее я поинтересовался у стоящих в очереди людей, устраивает ли их такая форма обслуживания, предлагаю послушать, что говорят палладарцы. Я пришел, как говорится, по времени. Меня обслужили, так говорится, быстренько, качественно. Спасибо, что быстро так работает. Не побоялись? Не побоялись. Ну, надо уже сделать участок этот, заэргистрировать все это по документам. Боязнь, конечно, есть. Но необходимость и замене документов с тем, что я пришел сюда. Это необходимость просто наша. Опасаться надо, конечно, да. Опасаться надо. По такому же принципу сейчас работает и спецсона. Люди заранее бронируют очередь и в порядке очередности, соблюдая санитарно-эпидемиологический режим, получают необходимые услуги. За два дня спецсоном было зарегистрировано 478 транспортных средств и выдано более 150 водительских удостоверений. Кстати, просроченными правами, так же, как и удостоверениями личности, можно пользоваться до 10 июля этого года. При этом никаких штрафных санкций к людям применять не будет. Так что лишний раз не стоит рисковать своим здоровьем, приходя в цоны, которые считаются местом массового скопления людей. А если срок документов еще не истек, таких можно обновить онлайн через портал ЕГОВ. Но если не получается, тоже не стоит волноваться. Лучше, конечно, подождать. Добавлю, что в таком ограниченном режиме работает только цоны областного центра. В городах Екибасу, Сахсу и в районных центрах население предоставляет госуслуги в обычном режиме. Арстан. Конечно, если не перегружены колл-центры и сайт электронного правительства работает исправно, думаю, беспокоиться тогда не стоит. В противном случае нужно правильно подождать. Спасибо. Ербол Абишев нас информирует из Павлодара. Продолжение следует...